Девушки отдыхают И утешение посетит больного И дождь пустыню напоить придет Все в круговерти Все всегда иначе Ложь бита правдой Радость неудачей И море жизни движется всегда Прилив начала скорого отлива И ткет узор и темная вода И ткань порой жестка, порой красива Нет счастья, чтоб однажды не прошло И сменится добром любое зло Весна пройдет, не вечен листопад Вот кончен день, вот ночь светлее стала И стаи птиц в свой срок заголосят И самый страшный шторм замрет устало Мы, видя в переменах Божью власть Надеемся восстать Боимся пасть Что взяли беды, возвратит успех И в тонкой сети много мелкой рыбы Все вещи тлен Хоть и важны для всех Стремясь к богатству Жить скромнее могли бы У тех, чтоб не кончались В мире нет Рыдает скряга Радостен аскет Имя Роберта Саутвелла Почти не знакомо российскому читателю Тем не менее, работа этого замечательного поэта Является фундаментально важным Не только для всей англоязычной христианской Но и для светской поэзии Есть малоизвестный, но весьма любопытный факт Хорошим другом Роберта Саутвелла Был Уильям Шекспир Шекспир прислушивался к мнению Саутвелла И даже подражал ему Роберт Саутвелл Священник, иезуит Мыслитель, проповедник Канонизированный католической церковью Поэт Верующий человек, рисковавший жизнью Ради проповеди своей веры И принявший мученическую смерть Во имя ее Родился Роберт Саутвелл В 1561 году в Англии В городстве Норфолк Он происходил из знатного рода А потому был обеспечен И с нуждой не знался Дедушка его, Ричард Саутвелл Служил придворным при короле Генрихе VIII А мать вышла из известного рода Шелли По линии матери у Саутвелла Есть родственные связи с Перси Шелли Одним из величайших английских поэтов XIX века Хвала любви Хвалю любя младенца и Христа Чье сердце тихо, длань чиста В молчании уста Хвала его, любовь его, ему Любовь, хвала Я с ним влюблен, я в нем живу И жизнь моя светла Злочайший свет превыше слов К нему мечты стремим Мы с ним умрем, воскреснем в нем И воцаримся с ним Он дар мой, я его должник Дар свят, долг не вернуть Он первый друг, он лучший друг К нему мой вечный путь Он юн, но мудр Мал, но силен Малыш Владыка сил Как мудрый знал Как сильный смог Как Бог Благословил Он, зная, правит Мир храня Любовь его закон Рожденье радость Подвиг Свет Попрал Смерть Смертью он Вот плачет, задыхаясь он Песнь ангелов слышна Сквозь раны Содроганье Стон Ростком цветет весна Ты можешь детскую рукой Стереть весь мир Земной Исправь меня И защити И в смерти Будь со мной Когда Саутуэлу Исполнилось пятнадцать лет Он был послан изучать образование Во Францию В Дуэ А затем в Париж Первые стихи вышли у него Из-под пера Уже в семнадцать лет В этом же юном возрасте Роберт пытается вступить В общество Иисуса Но безуспешно Однако вскоре Его допускают в Рим Несколько лет он находится Под опекой иезуита Томаса Дарпшерьера А после двухлетней подготовки В турне Роберт Саутвел Вступает в монашеский орден иезуитов Сан священника он получает В тысяча пятьсот восемьдесят четвертом году После окончания Английского коллегиума в Риме Опасен день Ночь скрыла их побег Померкни свет и тенью сталь Светила Земля стыдись Страдает человек Ему дорогу солнце омрачило Сияет день Преградой на пути И презрен свет Пришедший нас спасти Садится солнце Звездам свет даря Они В крови полощутся лучами Гнев Ирода Безумного царя Сиянье топит В погребальной яме Чтоб убедиться В смерти одного От страха Не щадит он никого О дети Первый цвет весны Христа Мучений терн Принявшие до срока Пусть вскрыто горло Сомкнуто уста Вы славите запретного пророка Как песнь слеза Меч инструмент суров Смерть словословье Кровь понятней слов Духовная цель Роберта Кажется достигнутой Будущее ясным Но именно в этот год Королева Англии Елизавета Первая Издала указ Согласно которому Английские подданные Католики Принявшие сан священника Или вступившие В монашеский орден Не имеют права Находиться в стране Более сорока дней Неисполнение приказа Преследовалось И жестоко каралось Разумеется Многие верующие Не собирались Покидать свои дома А уж тем более Идти на сделку С совестью Ради земного благополучия В этот период И заканчивается История романтичного Юноши-католика Роберта Саутвелла Но начинается Другая история История Поэта-мученика История романтичного И страшно И страшно стало мне Младенец дивный Весь горя Явился в вышине Был жар великий И велик Был слез его поток Но он лишь Пламень Разжигал А погасить не мог Увы, сказал Рождаясь вновь Я вновь и вновь В огне Но чтобы сердце Им согреть Придет ли кто ко мне Шипы запал Горнила грудь Незнающая зла Любовь Огонь Дыхание Дым Презренье Стыд Зола Уголья суд Положим в печь Зажжем прощением их Чтоб перекован был метал Заблудших душ Людских Для них сегодня Я в огне Я дам им Что нужней Для них Расплавлюсь я в купель Омыть В крови моей Сказал И вмиг исчез Мой взгляд Не мог найти его И вспомнил я Что этот день Зовется Рождество Узнав о гонениях На единоверцев Роберт Саутвелл Осознанно Рискуя Просит начальство Ордена Отправить его В Англию И получает согласие Он прибыл в Англию В 1586 году И стал заниматься Подпольной Миссионерской Деятельностью Тайно проводя Богослужения И проповедуя Его стихи Как неотъемлемая часть Миссионерской Деятельности Переписывались От руки И распространялись Среди английских Католиков Оригинальные И в то же время Легкие Замечательно И глубоко Написанные Они прокладывали Путь любви Примирения В его тайную церковь Для новых сторонников Традиционной веры Эти же стихи Обличали Религиозных фанатиков Сторонников Королевы Отправлявших На пытки И смерть Инакомыслящих Именно в эти дни Появились Такие знаменитые Произведения Роберта Саутвелла Как Письмо Утешение Краткое правило Доброй жизни Победа над смертью Слезы Марии Магдалины Смиренные мольбы Королеве Елизавете И другие Когда отпировали Смерть и ад Господь вернулся И была расплата Жизнь Возвратила Большего ста крат Чем смерть Украла У нее Когда-то Родители Не сохранив Детей В нем Обрели То, что Семьи Святей Сын Ирода Взошел На трон В свой срок Наследник Верный Лжи Интриг И плети И в город Сад ушел Ребенок Бог К цветку Цветок И рос он В Назарете Цветком Рожден Воспитан Как цветок В цветущем Граде Он укрыться Смог Цвет Град По праву Плот увидел Он В плоть Смертную Там Бог Вошел Незримо Впервые Нежный Вырос В нем Бутон На ветви Чистой Девственной Хранимой В цветке Среди цветов Цветок Живет На втерниях На древе Будет плод Роберт Саутвелл Никогда Не занимался Политическими Интригами Жил скромно И неприхотливо В течение Шести лет Он Переходил С проповедью От одной Семьи К другой Утешая И ободряя Своих Единомышленников Вплоть до того Дня Как стал Жертвой Предательства Его арестовали И подвергли Пыткам Намереваясь Выведать имена И местонахождение Других Священников И миссионеров На сила Духа Оказалось Сильнее Боли Как рос Господь Двенадцать лет Чернила Не скажут Нам Об этих Днях Святых Такие Жизнь Его дела Явила Лишь Ангелы Восславить Могут Их Он Безупречен Согрешить Не мог Ведомый Благодатью Мальчик Бог В кудрях Младых Познание Вселенной А в юности Смирение И покой В наивности Глаз Мудрости Нетленный За хрупкостью Владыка Всеблагой Ему Природа Лучшая Дала Бог Дал Что Дать Природа Не могла Любовь К друзьям Была В его Печали И Кротостью Сиял Он В час Утех Его Глаза Все В мире Проницали Ценя Добро И Исцеляя Грех Его Любовь Его Дела Слова Явили Миру Святость Божества Его Содержали Весминстере Потом В Тауэре И там В заключении Он создал Большинство Своих Поэтических Произведений Они Стали Настолько Популярны Среди Его Современников Что Впоследствии Часто Издавались И Переиздавались Без Указания Имени Автора Тринадцать Раз Представал Перед Членами Тайного Совета 20 Февраля 1595 Года Состоялся Суд После Трех Лет Проведенных В тюрьме Его Обвинили В государственной Измене Он был Осужден И приговорен К смертной Казни Через Четвертование И повешение Вперед Душа На море Слез Печали Ум Полон Горем Мысли Бродят Вскач Вина И страх Твой Парус Разодрали Правь Кораблем Будь Вместо Ветра Плач Проступки Карта Кормчий Покаяние Мучение Пристань Гибель Воздаяние И не гнушайся Отмели стыда Уткнись В пески Жестоких Опасений Сама Вздымись Как грозная Вода Будь Скарой Лишена Благословений И не от бед Из сердца Прочь Скорей То, что Ты есть Любой Беды Страшней Дыхание Пар Пусть Вольно В небо Взмоет Сгустя Заселит Мутные Глаза Грех Свил Гнездо Но Плач Его Омоет Жизнь Сломана Ее Вернет Слеза Не Всхлипами Коль Грех К тебе Прирос Крести Болящий Дух Потоком Слез На следующий День 21 февраля 1595 Года Приговор Был Приведен В исполнение Ему Было Всего Лишь 33 Года Знакомый Возраст Не Правда Ли Наследие Роберта Саутвелла Это не только Замечательные Поэтические Произведения Он оставил Нам глубокую И оригинальную Философскую Лирику Сочинение На Религиозную Математику Лети Дыханием Эхом Закружи Пусть Ум Пробея Слышит Крик Печали И Выплач Горе Плод Моей Жи Лжи Меня Соблазны Каду Приковали Хоть Все Грешат И Мир Лежит Во Зле Есть Существо Всех Горше На Земле А на Мишенью Для Проклятий Стала Испугу Памятника Летопись Стыда Позор Земли Несчастье Зерцало Эпохи Смех Бесславье Навсегда Сор Мира Ты Потерянный Для Рая Калечишь Бога Образ Отвергая Удачи Ждет Гордец И Сотни Строг Он Посвятит Богам Своим Кровавым Капризов Раб Лей Глупости Поток Пой Гимны Свету И Страстям Лукавым Ты Боль Моя Острее Всех Болей Устам Дай Слово Мыслью Правь Моей Мой Грех В пучине Горе Ум Моя для порока, что пара слез для стольких нечистот. Внутрь въелись пятна, мазь не ототрет. Одно из самых известных произведений Саутовала — поэма «Жалобы святого Петра», отрывок из которой мы и читаем сегодня, в конце нашей передачи. 25 октября 1970 года поэт, проповедник и мученик Роберт Саутвелл был канонизирован католической церковью. «Я допускаю страстность и одобряю любовь. Только хотелось бы, чтобы люди изменили объект подражания и мечтали о более высоком». Роберт Саутвелл Страшна жизнь смертью Смерть существованием «Я отступил, и чушь для Бога впредь. В дыханье мирно тягощусь дыханием. Потерян рай, коль ужаснула плеть. Зла не страшась, боялся страхов тех. О, слабость, ложь, падение, смертный грех. Как жить, коль палачом для жизни стал? Надеяться, коль страх убил так много. В доверие быть, коль правду оболгал. Чем тот хорош, кто раз отвергнул Бога? О, грех грехов! О, злейшая беда! Подлец и трус! Ты проклят навсегда!» Я гордо клялся. Пусть уйдут друзья, один пойду с Христом по бездорожью. Велик словами. Как ничтожен я! Всех превзошел тщеславием и ложью. От слов додел такое расстояние. Чем больше клятв, тем мизер не деяние. О, ты! В убийство выросший просчет, забравший все, хоть столько обещавший. Грех быстро сеет, горе долго жнет. Слеза целебна, коль прозреет павший. Чужд покаянию, сам приблизил суд. Безумцель имя доброе дадут. Прозревший нищий исповедал слово. Он твердой верой видеть был рожден. Душа его бесстрашна, в путь готова. Он выбрал правду, не отступит он. Раз, видев чудо, Бога исповедал. Я, видев сотни, Иисуса предал. О, рабский страх природы человечей растет годами, Побеждает вмиг. Сковал любовь, душе нанес увечья. Я цель отверг, завидев смерти лик. Умри, предатель, жизнь твоя пуста. Себя спасая, ты распял Христа. Жизнь капля пала в океан стыда. Был сладок путь, но горько завершение. Дни продлевая растерял года, И вечности лишился за мгновение. Опомнившись, вкусил падение плод. Упущен случай, но другой придет. Жизнь лабиринт. Дорогам несть числа, И всюду ждут ловушки и подлоги, Чтоб буря наши чувства отнесла От строгой веры, от прямой дороги. Цветок, игра, болезнь, мечтанье, сон. Вот смерти ход, и беспощаден он. Чрезмерная цена за жизнь мою. Любви сильнее горечи босеней. От страха я Иудой предаю. Я каяф и стал ожесточенней. Но Бог для них десятка три монет. Я даром предал, трижды молвив нет. Шлет море из бурлящей глубины К поверхности потоки и течения. Они вернутся, матери верны, Прибыток ей неся и очищение. А я, испив однажды капли рая, Черню Творца, лишь мерзость возвращая. Но это ли трудов его итог? Все сердцу дал и тернии награды? Возможно ли то, что посеял Бог, Не вырастет без удобрений ада? Не ад сгубил целинные поля. Была бесплодна и мертва земля. За добрая ли расплата предстоит? Пойдет ли честь пороку в услужение? Нужда наступит и обед забыт? Остынет дружба из-за оскорбления? Стыдись, сгинь в вечной ночи, лицемер. Сокройся в самой черной из пещер. Это была передача «Поэтика истории» и я, ее ведущий, Дмитрий Якубов. Стихи Роберта Саутуэлла прозвучали в моем переводе. Стихи Роберта Саутуэлла прозвучали в моем переводе.